Безопасность образовательных учреждений, их оснащение, внедрение современных технологий в обучение. Об этом и многом другом говорили на совещании в Красночитайском районе. В нем приняла участие министр образования республики Алла Салаева. Мы собираем, программируем роботов. Разрешите представить нашего робота Паука Петровича. Он умный, но иногда как близнецкий. Ученики 5-го В-класса Красночитайской школы давно увлекаются робототехникой. Уже не первый год здесь работает кабинет «Точки роста». Как я долго думал об этом? Как же мотивировать обучающихся приобщиться к цифровым технологиям? Вся же наша жизнь, сейчас современная жизнь пронизана прям цифрами. Любая профессия, начиная от повара, заканчивая физикой ядерщикой, компьютер первый поможет. Вот на это делаю упор, что если вы не освоите цифровые технологии, можете оказаться за бортом корабля. Первые шаги в программировании учащиеся школы делают именно здесь. В таком классе они учатся создавать компьютерные игры и даже пробуют писать программы для виртуальной реальности. А чему вы здесь научились? С точки зрения программирования. Да, мы программируем. Для виртуальной реальности тоже есть программирование приложения Вармен. Но это для нас было слишком трудно, поэтому мы в скретч пока что занимаемся. Вот такие таблички с номерами кабинетов школьники тоже делают сами. Учащиеся седьмого класса занимаются и 3D-моделированием, создают фигуры с помощью приложения и потом их распечатывают. Что сегодня в какую школу не зайдем, сердце радует. И действительно, школа не то что не хуже и получше, да, городских, но сейчас перед нами стоит главная и серьезная проблема на полной содержании. О векторах развития системы образования в районе поговорили на встрече с представителями органов власти, директорами школ. Одна из основных проблем – нехватка педагогов. Если взять общее количество работающих педагогов, у нас их 137. За последние 4 года в сценах школы появились всего 4 молодых специалиста. Это, можно сказать, меньше 2%, около 2%. Эта цифра говорит на самом деле о проблемах. Естественно, проблему надо решать. Решить проблему можно с помощью федеральной программы «Земский учитель». Сейчас здесь строят квартиры, чтобы у педагогов был дополнительный стимул приехать в район. На фоне трагедии в Казани важной темой стало обеспечение безопасности в школах. Юлия Важенина, Игорь Ульянов, Республика.